СМОТРИ СЕРИИ ЛЮБИМЫХ Сериалов ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Карина! Карина, вы у себя? Карина! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и еще кое-кто Субтитры создавал DimaTorzok Если вот это вот существо волосатые не считать Я думал, мы друзья Да, но не напарник Спасибо, друг Пожалуйста, не напарник Да Убийство Дочь известного бизнесмена Явлились? Не запыдлились? Я что тут? Один должен работать Я тут уже с Ленкой Столько наделал Значит, накладываю Пропавшая Карина Парнаровская Дочь Артура Парнаровского Приехала На вот этой вот машине Зашла в дом И светло А горничная Кровь на полу нашла Ну, стартанул Слишком резко Так вот Что я думаю Ее умбили Так Расчелнили тело Ага И куски, значит, попрятали по разным местам Чтоб нам было труднее Падлы складывать в расследовании Издеваются Велена не говорила Сколько времени прошло Между приездом Кариной И обнаружением пропажи Пять минут А что? Вот ты мне и скажи Как за это время Они могли ее расчленить Останочки спрятать А самое главное Что? Орудие убийства где? 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 Это мы у тебя спрашиваем Где? А Значит, объясняю Я работаю умой Все, до свидания А рукой пусть напарник Работает Улики собирает Ну и все остальное Парахло Ну и где этот твой напарник? Вот он, Леша Это ты Да нет Шеф Приказал Да Распорядился Сказал, чтобы я взял тебя под свое крыло Научиться у маразма Ты знаешь Я с тобой пусть напарничает кто угодно Я буду работать с Максимовым Я, Леша Я сам по себе А, ну, работай один Привет, Лен Привет Я в таких домах даже Смущаюсь Давненько не был Ну да Интерьер как декорация к сериалу Какие-нибудь богатые тоже плачут Например Иди сюда Иди сюда Если коротко платье есть Кровь есть Хозяйке платье нет Исчезла таинственным образом Ого А свидетель мистики Есть Корнишная и охранник Чужих не было Ничего подозрительного не видели Ничего не пропало А еще что-нибудь есть? Можно не по делу? Все, Максим Ну пока Леша нет Кстати, Леша Да Он же твой напарник? Нет Что значит нет? Ты отказался? Ну, Леша у нас карьерист Убирает тех, у кого дядя генерал Гнездилов, что ли? Да будет его немножко Ну что ты бродишь, Леша? Это же ты как горный морал А что ты предлагаешь и мне вот так тоже Лечь на шезлонг? Да, Леша Лечь на шезлонг И расслабиться У меня источник Держи меня За мой надежный Проверенный Но секретный источник Которому тебе, Леша Доступу нет Ой, хорошо Ты собаки испугался? Какой собаки? Нет, никакой собаки Это у меня коклюш просто Здрасте Здрасте Вы тут, я так понимаю, охранник, да? Ну да Видели, когда Карина приехала? Да, она приехала Вышла из машины Это, кстати, есть на видео Зашла в дом Мы на лестнице с ней встретились Я поздоровался и... И? Ну, и все А, то есть после вас уже никто ее не видел? Ну да, получается, я последний, кто ее видел Ай Про горничную можете что-нибудь сказать? Вы что, ее подозреваете? Я сомневаюсь, что она могла бы кого-то убить Ну, вам, конечно, и не То есть это все, что вы можете про нее сказать? Ну, в принципе, все Ладно, зайдем в другую страну А у Карины с кем-нибудь были конфликты? У Карины был конфликт с Марго Это жена Артура Понимаю, не мать Мальчика Мальчика Это новая жена шефа И по годам она, Карине, сестры годятся А из-за чего конфликты? Да не знаю Просто ненавидели друг друга и... Просто? У двери в комнату Марго Я видел капли крови Так На вашем месте я бы к ней присмотрелся Будете, присмотритесь Спасибо вам Пожалуйста, обращайтесь Извините Да? А вы не подскажете, где Максим Максимов? А, чего ж подскажу, почему нет? А зачем он вам? Меня направили на время стажировки Работать его напарником А, это повезло ему Вот, в кабинете оперов Как зайдете справа В такой дурацкий шляп Здравствуйте Я хочу сказать, что Для меня большая честь работать с вами Да? Да, я много слышал о вас В академии говорят, что вы самый крутой коп в этом Сумасшедшем доме Отделении Ага А, Леша, видишь, а ты не хотел быть мне в напарнике Чего ты не хотел? Тут в отделении вообще драка была Но я выиграл Вы напарник? Да А, я понял Это розыгрыш В академии говорили Что тут всегда надо Молодыми подшучивают Очень смешно Для меня большая честь работать с вами Вы мой кумир А я ваш напарник Подожди, стоп, подожди Ну-ка, дай-ка мне этот приказ Дай-ка нам этот приказ А ну Поздравляю, товарищ Максимов Ну, поздравляю, товарищ майор Поздравляю Это вы, товарищ Максимов Так вы Максимов? Мы Да, вы что-то хотели В академии говорят, что вы самый крутой коп в этом отделении Для меня честь работать с вами Вы мой кумир А я ваш напарник Не, спасибо Но у меня есть уже один Вон он, на диванчике лежит Так собаку нельзя назначить напарником Я же назначу Но у меня в приказе написано, что... Отойди, пожалуйста Не стой над душой Мы будем замечательной командой Вы знаете, я в академии, я был отличником Максимов, привет Привет, Лен Здравствуйте А я знаю вас Я слышал о вас Вы Елена В академии рассказывали, вы эксперт Раньше вы были женой Максимова, а потом... Это кто? Я напарник Максимова Действительно? Ты не на какой он напарник, посмотри А Леонидов, значит, должен с гнездиловым работать, да? А ты понимаешь, что из-за этого идиота его могут убить? Да, Леночка, из-за этого идиота он навряд ли из отделения вообще выйти сможет Так же за мужа можешь не переживать А я вот, между прочим, мой Едем в спа-салон допрашивать эту мачеху Этой ей пропавшей девушки Ну, знаешь ли В спа-салон мог и Леонидов поехать Ну, знаешь, и в спа-салон Леонидов может съесть в неурочное время Там барбар-шоп или цирюльник, куда хотите, пока не До свидания Леша, быстрее Куда мы едем, скажи ты мне, зачем? Нам надо быстрее Макса допросить подзадреваемую Подожди, а откуда ты знаешь? Леша, не задавай глупых вопросов У меня связь с высшими силами Короче, ты куда почесал? Как куда? К твоей машине? Не-не-не, мы на твоей А что не на твоей? Да ну, куда по помытому? Ты же не видишь, она еще сохнет Чистоплотный ты такой Да Давай быстрее Да тихо Спокойно Да давай Ну, бери Максим Да Держите, это вам Охренелся ли совсем, а? Так все же крутые копы пьют Это пиво можно Ты запомни А ты на службу сейчас Иначе отправишься обратно В академию В машину Так он занял мое место Во-первых, стажер Это его место А во-вторых, алкоголики Ездят в кузове, понял? Так я ж не пил Что студент, не укачало? Нет, все в порядке Ну, давай, покажи Что умеешь Нет, нет, нет Я имею в виду, что в академии учили Уберешь потом за собой Вот у тебя клиент Смотри, стоит Вперед Не вопрос Я верю в тебя, да Значит так Нам нужно допросить Одну из ваших клиенток Поэтому в сторону Ну как, что узнал? Секундочку Давай Пронеси мне журнал регистрации Значит так Мы из полиции Вы арестованы Поэтому морда и стекло Руки за голову, понятно? Он меня не слушает Он нужен пистолет Ну В курсе будешь Я понял Значит так Слон! Все хорошо Я ж понимаю Вон, смотри Леша эту Мачеху Допросили с пристрастием Слышь, юроди Ты откуда не узнал-то вообще Это, Максимов Дундуктивный метод В действии Ну что, нравится быть напарником, Максимов О-хо-хо-хо Поздравляю Значит смотри У мачехи с Кариной Был роман Конфликт Заткнись Суть и не меняет И я успел Раньше тебя это понять И дам Врусс Отсохли Папа Сука Че-то мы упустили Че-то мы упустили Да, да, да Всего доброго Привет Привет Ну самое интересное начинай Смотри Давай, давай, давай Привет Че-то свистит Где? А Смени репертуар Ну и че, по-стариночке поработаем Хороший, плохой полицейский, да? Ну почти Я пойду с парадного входа А ты с черным Помоешь мне, пострахуешь А, понял Иди Здрасте Вам вот сейчас мужчина с женщиной заехали Мы не даем информацию о наших клиентах А, а если я из полиции И что? У вас есть ордер? Или основания? Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо Охрана Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо Слушайте, вы кто и что вам надо? Я из полиции Расследую дело по поводу похищения Возможного убийства Карины Нормальный ответ? Нормальный? Расследуйте Козел Я ее не убивала Не убивали, значит Что же у вас тогда? С ней конфликт случился? Может быть, она просто узнала, что вы мужу изменяете? Да, она знала Она меня шантажировала Это называется мотивчик? Я ее не убивала Ну, может, не вы Может, вот ваш Перегревшийся друг Секундочку Ну, надо как вовремя Муженек звонит Наверное, чувствует Да, слышу Алло, это Это Артур, отец Карины Мне только что на телефон прислали сообщение Ее похитили Похитители требуют огромный выкуп Сообщение мне перешлите, пожалуйста Нет, нет, нет Они сказали никому не показывать Давай, давай Пиши, Леонидов Моя работа, твои отчеты Так, в общем, поздравляю У нас не убийство, а похищение Да я знаю Отцу Карины прислали фотографии То ты откуда знаешь? Ну, вот напарник сказал Ты-то откуда знаешь? Это чудье, Максимов Это мое бешеное чудье Леша, скажи, как тебе повезло со мной Ну, если честно Я действительно сам не ожидал Что Гнездилов настолько прекрасный напарник Ну, вот-вот С моей везучестью и поздравливостью Мы это дело с Леонидовым развалим на раз один Заткарас предатель Чего? Просто из-за вас меня отлупили охранники отеля У меня теперь зуб шатается В ушах звенит и ребра, кажется, сломаны Ты, Вася, вообще привыкай Ты же теперь напарник самого Максимова Кстати, у меня есть телефон стоматолога Я поработала над платьем кое-что есть А что у человека с лицом? Неумение Вежливо общаться с людьми Там про платье что-то говорил В рукавах платья обнаружены короткие волоски Проверила, волоски мужские И как они туда попали? Ну, может быть, его жертва защищалась Надо поймать этого Парнаровского Общипать и сравнять его с этими волосками Гениально Отец похитил собственную дочь И теперь у самого себя требует выкуп Знаешь, я как-то смотрел один сироп Что-то мне как-то того не алло Кто-то в ухо мне стреляет Как вам ваш напарник? Замечательный человек Если бы только не его пёс, не его характер Два места в машине И вообще мне ничему не учат Ничего мне не рассказывают Он со всеми так? Именно так Продолжайте получать удовольствие Максимов! Что ты делать дальше собираешься? Думаю проследить за этим, Артур Так ты же говорил Подозревать отца Каримы глупо Ну интересно, куда ниточки приведет Главное, чтобы эта сладкая парочка не знала Не говори им, пожалуйста, никому Не скажу А что не так с Артуром? Ну сообщение от похитителей пришло Мне он показать отказается Вывод нам нужен телефон Пойдем Удачи Телефончик дал у дяди Алиша, говорит Вот у него дочь пропала А на аппетите это никак не сказал Я тоже есть хочу Аж желудок сводит Что вкусненько? Солененькие Да Ну а пес, видишь, отказался жрать А-а-а Ударь! Ударь! Какого? Вот так вот. Ну, ходи сюда! Какого хрена? Ну, как этот Князьев узнал? Скажи мне, а? Так это не я. А кто? Только ты знал, что мы едем за телефоном. Не я один. Ещё Лена знала и пёс знал. А ты кто, что хочет сказать, что это пёс? Хочу сказать, что я никому ничего не говорил. Где отсюда? Ну, надо ты мать, а? Ну, так что делать будем? Ну, иди спроси, узнай у Гнездилова. Есть вообще разрешение, ордер на всё это? Ну, ты ты, рэп, сделаешь, отдам. Пошёл. Вперёд, давай, давай. Учись, напарник! Слышишь, шляпа? А у вас это, как его, э… Ордер есть и всё такое? Есть и ордер, и всё такое. Ну, так предъявляем. Лёша! Ты охренел, что ли? Какой ордер, слышишь, ты? Ты чё? Да… Да я… Да я сейчас порошок сожру, ты, стажёр! Ты на кого ставишь? Конечно, на своего. Намуаш, её Кагиря! Да, пропустил! А? Мой моложе. Мой опытней и злее. УДАР УДАР Тихо-тихо-тихо, ну-ка. На-на-на-на-на-на-на! О, давай, давай! УДАР 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 Тихо! Тихо! Я оглох! Тихо-тихо! Тихо-тихо! Тихо! Я ничего не вижу, я оглох! Тихо-тихо-тихо! О, да, спасибо! Сейчас, минутку. ТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжим! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СВ Martine, молоделка! Лёха! О, нет, смотри-ка, мой умеет это удар держать. Леша! Поехали! Сегодня вы молодцы, сегодня ваш день. Защитили, так сказать, честь отдела. Это уже третий раз за сегодня. Работа такая, ты привыкай. Боюсь, я к этому никогда не привыкну. Привыкну. Это была не напрасная жертва, за это ты получаешь дополнительную порту собачьего порно. Чего ты возмущаешься, но тебе все равно не нравился. Кстати, пока я там сгнездил, он бился. У нас снова появился телефон Артур. Стащили у Леонидова? Своё верну. Папа, он убьет меня. Если ты ему не заплатишь, пап, он пытал меня. Мне пришлось рассказать все, сколько у тебя денег и где ты их хранишь. Пап, если ты не заплатишь, он не только убьет меня, он все расскажет налоговой. Пап, пожалуйста, пожалуйста, в логию. Вот, а теперь обрати внимание на руку посетителя. И вот эту руку. Что скажешь? То есть, вы хотите, чтобы я проверил все тату-салоны города? Так, вот это вот у нас что? То есть, у похитителя и Карины одинаковое тату. Ну, тогда понятно, почему он прикрывает лицо цветами. Ну, это понятно, откуда мужские волосы на платье. Негодяй. Волосинки с платья принадлежат охраннику. Да, вот мы уже поняли. Сообразили по татуировке. Никакого похищения не было. Наверное, не было просто раньше, а это имитация. А Леонидов знает? Нет. Я очень надеюсь, что он и останется в неведении, пока я сам не возьму преступника. Хорошо? Хорошо. Спасибо. И я тогда же спокойнее. Ты очень рада, если ты нисколько за меня не волнуешься. Чтоб ты подавился! Прекратите. Ну, прекратили оба. Петр, надо унижать младшего по-разному. У тебя, кстати, нет адреса этого охранника? Есть. Генерал Ирацинского, 12. Так ты с ума сошел, что ли? Большой взрыв в ухе. У меня надо озарение. Я внезапно догадался, какой адрес у преступника. Какого преступника? Такого, который похитил Карину. Это охранник. Давай газуй, Лешенька. Газуй, напарник. Давай, родной. Служит меня внимательно. Быстро-быстро в группку сгрупповались. Служит мою команду. Значит так, вы, ты стоишь здесь. Никого не впускать. Берем квартиру. Сейчас, по-моему, движение все за мной. Задача ясна? Быстро все вперед за мной, впереди меня. Леша, Леша, покрой нас. Вася Козю мне, как он узнал? Ну это не я. Я ж от вас ни на шаг не отходил. Вася Козю. Всем рассосаться по заведению. Работаем. Быстро, быстро, быстро. Обыскать каждый угол. Тихо. Чего ты орешь? Здесь нет никого. Да? А? А это что? Ну все, пупец. Мертвенькая. Она живая, дебил. Надо в скорую звонить. Да? Да нам, собственно, похрен. Главное, что мы с тобой, Макса, опередили его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Меня похитил Стас. Кто такой Стас? Имя, фамилия, отчество, пол. Тихо, тихо. Это охранник. Мы у него Карину нашли. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Так значит, вы с ним крутили? Тихо. Мы хотели пожениться, но папа был категорически против. Чей папа? Какой папа? Римский папа. А, ну если римский, то да, конечно. У римского папы столько денег лежа, что просто... Игорь, а не, постой у двери, и вдруг Макс... Понял, работаем. Мы решили убежать. А чтобы денег хватило на жизнь, мы решили разыграть это похищение и раскрутить папу на деньги. А кто все это придумал? Стас, я вывезла его в багажнике. Лешенька понял? Это не он ее, а это она его. Понял. Он вернулся в вашем платье и потом уже отвез на свою квартиру. И тут сказка о любви закончилась. Да. Я мечтала, что мы со Стасом убежим и будем жить долго и счастливо. Но он так не думал. Он придумал это похищение. Как только мы записали видео с условиями выкупа, то он отказался меня развязывать. Получается, вы сами себя похитили? Леша, мы можем ее за это арестовать? Ну да. Нет. Жаль. Здоровый. Ой, а он что, за дверью остался? Я не заметил. Ага. А я все-таки рада, что Леонидов не твой напарник. Да. В кузове он не ездит, не дерется, обувь ему не грызут. И девушку, пропавшую, он быстрее нашел. Лен, так это ты, Леонидов, сливаешь информацию, да? Нет. Леша сказал, Гнездилов сам догадался. Гнездилов сам догадался. Да ну тебе. Извините. Ну и характер у нее. Руки убрал. Убрал, сказал, руки. Пёс, обыщи его, а я в машине посмотрю. Так что вы ищете? Смотрите! Смотрите! Смотрите, что я нашел! Смотрите, что я... Значит, я знаю, где найти похитителя. Тихо! Я ничего не говорил. Тихо! Сейчас у меня будет озарение. Тогда я, пожалуй, остановлюсь. Так, значит, найдешь папа трясина, там бармен, узнаешь его по размерам. Вот он знает, где найти этого охранника. Скажешь ему кодовое слово. Слышь, упырь, снимай кассу. Я знаю, как найти охранника. Я не понимаю, как тебе удается вести расследование, сидя в машине. Понял? Понял. Понял, беги. Поехали. Нам нужно оперендить Макса. Давай, давай. Стартуй. Леша, газуй, газуй. Давай. Газуй, Леша, газуй. Леша, газуй. Леша, ну, ты убери ногу. Место. Сидеть, оба. А вы что, классику любите? Нет, это я для Гнездилов. Гнездилов любит классику? Я тебя умоляю. А, понял. Здрасте. Вы зачем опять приехали? Новости хорошие привез. Карину мы нашли, и скоро она будет дома. Это не вы ее нашли. Это я заплатил выкуп, и похитители ее отпустили. Когда вы выкупе платили? Только что отвез деньги в условленное место. В какое место условленное? На заброшенную стройку. Держимся. 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 здесь музыка не поспакалась. Вот тут Леша и работает мой надежный осадомитель. У тебя кто? Осадомитель, Леша. У меня их полно. У меня полный город. Наполнен моими глазами, ушами и всем остальным. Ну что, пойдем? Ты, наверное, ты, наверное, тут останься. Я не хочу, чтобы он тебя видел. Я бы с удовольствием, он же вроде как напарник. Мы напарники, Леша. Ну, лучше останься. Он может тебя застриматься. Ты лучше посиди. Ты под страху. Такого же слышу. Сработаемся. Слышу пирь с кенькасом. Слышу пирь с кенькасом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В общем, я его допросил, он ничего не знает. Круто. Как в голливудских боевиках. Как на этот раз брать будем? Ну, по старой схеме. Я через парадный вход, ты через черный. Знаю я ваши старые схемы. Мне так не нравится. Не нравится? Нет. В Допонбе есть наручники? Есть. Это. И ключики к ним тоже. Э-э-э! Вы что делаете? Уже сделал. Ключи отдайте, товарищ майор. Вы не можете со мной так поступить. Не оставляйте меня здесь. Я могу быть полезным. Руки за спину. Ты арестован. Простите, что? Что непонятно, упырь. Ты арестован. Руки за спину. Я его не знаю. Я Леонидова первый раз вижу. Леша, может, мы его нахрен поехали домой? Нет, я разозлился. Давай, вставай. Давай хотя бы Баксу позвони. Позвоню. Понял. Я за деньгами. Мотор не глушите. Будьте возле машины. Если кого-то увидите, дайте знать. Ясно? Ясно. Если он свалит, заберет деньги и все. Конечно, свалит. От Кристины свалил и от вас уйдет. Бежим. Давай, за ними. А я туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ты скажи, ты плохо слышишь, Шелико. Просто пойдем со мной, а? Ну, хорошо. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Вот так. Сюда! Ну, еще один шанс тебе сдаться добровольно. Гнездилов! Гнездилов, как меня слышно? Мы преследуем преступников по адресу... Стоять! Стоять! Я вооружен и опасен! Подошли сюда по одному! Э! Где у тебя тут ручни? Ты что делаешь? СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Твою мать! Этого еще не хватало! Да стой! Стой, 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 стой! Так полегче. Я хотя бы в деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один шанс тебе дают. А? Я тебе сказал! Пошёл, пошёл! Иди сюда! Последний шанс тебе дай. Мне конец! Он должен договориться! Встань с колен! Не надо унижаться! А-а-а! А-а-а! Я его взял! А-а-а! 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 Поставь его на место, он тебя заблюет! Поставь меня на место, я же заблюну на тебя! Лёша! Всё, Лёша, сворачивай в операцию, ну нахрен такие разборки. Ты видишь, у меня сегодня гороскоп никудышный. Нет! Я ещё не закончил! Да ну его, Лёша! Ну, мы же напарники! Вставай! Лёша, нет! Лёша! Брось меня! Лёша! Лёша! Не надо! Отсюда тебе уже не выбраться! Лёша! Лёша! Стоять! Вы арестованы! Спасибо! Опёкся! Вот и ключики! Ну, все. Теперь каждый сам за себя. Сдавайтесь по-хорошему. Или будет по-плохому. Мосс! Да, не тот ты уже, Леша. Сдал ты, старина. Музыка. Как красиво. Максим! Я это. Чего? Спасибо за все. О, пожалуйста. Кому? Все, все, все. Ты, 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 заходи, если что. Друзья, друзья, друзья. Я даже не сержусь за ботинки, и ухо, и руку. Я тогда пошел писать отчет. Ой-ой-ой-ой. Пока, пока-пока-пока. Будешь звонить мне каждый час. Ну, здрасте. Ты жена мне, а не мама. Леша, жена, она и мама, и помощник, и напарник. Мосс! А что с дверью-то? Ай. Ай. На парничек в работе. Никому доверение. Ну да, напарники. Они такие. Не, ну, кроме тебя, конечно. На сбитого летчика Асса похож. Не надо меня оскорблять. Я английский знаю в совершенстве. Ну, эрудиция, это же наше все в отделе. Мы из-за твоей эрундиции с моим Лешей, с попарником, отгребли по полной от этого пупыря. Посмотри, во что превратили. Пока, Леша. Счастливо, Леша. Там, может, любопытный Варваре. В Базаре что? Что? Нос отрвали. Так, при чем тут нос? Все, я на больничку. Вот, князь Девилов, домой поехал. Значит, нам пора. Смотри продолжение на Анваб.